14 фокусов языка. Есть некая иллюзия, что это какие-то инструменты, которые нужно выучить, и если ты их не выучил, у тебя их нет. На самом деле мы все, в принципе, разговариваем на фокусах языка. Согласен. То есть это как, например, если 360 градусов разбить на части света. Например. То есть все наши речевые конструкции, все наши речевые инструменты, способы мышления и подход к обработке информации можно разделить просто на 14 приемов. Примерно как, например, в фотошопе есть панель, где все инструменты, которые тебе понадобятся для того, чтобы сделать картинкой все что угодно. То же самое в речи нашей. Есть 14 инструментов, с помощью которых ты можешь с информацией сделать все что угодно, оформить в любую картинку. То есть, например, очень кратко сейчас пройдемся по всем 14. Первая тройка игроков. Первая тройка. Намерение, переопределение, последствия. Намерение, чего я хочу. То есть мы говорим про истинную цель, про место назначения. Переопределение. Как это по-другому можно сказать? То есть мы выбираем разные маршруты достижения цели. Мы как будто бы подбираем ключики к ушам, к мозгам другого человека для того, чтобы открыть последствия. Мы говорим про то, к чему приведет то или иное убеждение, к чему приведет то или иное действие. Вторая тройка игроков. 4, 5, 6. Разделение, объединение, аналогия. Разделение, из чего это состоит. Объединение, частью чего большего является. Аналогия, на что похоже или как было у других. Все, в принципе, просто. Третья тройка. 7, 8, 9, 7. Изменение размера фрейма. Как я бы на это посмотрел или как другой человек на это бы посмотрел из прошлого, из будущего или из глаз другого человека или с другой точки зрения? С другой точки зрения, да. Как я посмотрел бы на этот миг, например, 5 лет назад, ну и так далее. Из будущего, как бы я посмотрел на это через 5 лет и там чьими-то другими глазами. 8, другой результат. Я оцениваю то же самое по другим критериям. Например, не догнал, так согрелся, красивое, зато умное и так далее. То есть, я оцениваю по другому признаку. То есть, мы просто меняем критерии, появляется другой срез и мы видим, что на самом деле в этом есть другое какое-то свойство, качество, результат. Как будто бы смотрим на тот же самый факт, на ту же самую информацию под другим углом. 9, модель мира. Мы оцениваем что-то с точки зрения какой-то социальной группы. Мы здесь говорим про группы, которые делятся либо по половому признаку, либо по возрастному, либо по географическому, либо по количеству. То есть, например, с точки зрения милиционеров это так, а с точки зрения цыган это так, а с точки зрения австралийцев это так, с точки зрения женщин среднего возраста это так. Русские после первого не закусывают. Ну, типа того, да. Четвертая тройка игроков. Стратегия реальности, противоположный пример и иерархия критериев. Стратегия реальности. Как это устроено у нас в голове и как это в голове у нас появилось. То есть, с чего ты это взял? Откуда эта информация? Кто тебе сказал? Где ты прочитал? И так далее. То есть, у меня убеждение, что мужики не плачут. С чего ты это взял? Кто тебе это сказал? В кино это сказано, где-то я читал, родители говорили и так далее. Противоположный пример. Есть ли исключение из правил? Бывало ли у кого-нибудь по-другому? Здесь все просто. И иерархия критериев. Что в данной информации на первом плане? Что по иерархии более важно? Что менее важно? И так далее. Да, то есть, как пример, гораздо важнее не слушать, а слышать. Либо вы, используя этот фокус языка, можете менять приоритеты. Главное же, что мы понимаем друг друга и так далее. Ну и оставшиеся два, это применение к себе и метафрейм. Применение к себе. Я применяю либо себя, либо другого человека, а удовлетворяет ли там другой человек или я этим убеждением? Сам-то ты живешь по своим принципам? Или, например, живу ли я по тем принципам, которые, например, декларируют другим? И так далее. То есть, применение к себе. Я что-то к кому-то применяю. Да, сам-то ты понимаешь вообще, что ты сейчас произнес. Ну, например, сам-то ты веришь? Да. Или веришь. И метафрейм, сладенькая, вишенка на торте. Метафрейм – это фокус языка про закономерности. То есть, нами управляет то, что мы не осознаем. Если мы это осознаем, у нас появляется выбор, выйти из этого или нет. То есть, если я отслеживаю какой-то паттерн, какую-то закономерность, я могу из нее выйти. Это метафреймирование. То есть, метафрейм – это наблюдение и нахождение закономерностей. Например, что когда ты думаешь, например, ты смотришь вверх. Это закономерность? Да. Если я не осознавал это, например, что когда я думаю, я глаза вверх отвожу, я метафреймируюсь, я перестаю так делать. Я вываливаюсь из этого паттерна, я освобождаюсь и так далее. То есть, это про закономерности. То есть, мы имеем такую скороговорку из 14 фокусов языка. Намерение, переопределение, последствия, разделение, объединение, аналогия, изменение размера фрейма, другой результат, модель мира, стратегия реальности, противоположный пример, иерархия критериев, применение к себе, метафрейм. Или наоборот, метафрейм, применение к себе, иерархия критериев, противоположный пример, стратегия реальности, модель мира, другой результат, изменение размера фрейма, аналогия, объединение, разделение, последствия, переопределение, намерение. Респект. Языка имеют четыре способа применения. То есть, гуманистический фокус применения. Я работаю с информацией для того, чтобы убрать, освободиться, разрушить всё нересурсное в себе или в другом человеке. Есть у тебя проблемы, я с помощью фокусов языка разрушаю твои проблемы, я делаю твою жизнь лучше. Это как психотерапия. Ну, типа, да. Да. Значит, второй способ применения, это боевой, разрушающий. Я разрушаю позитивное, я разрушаю то, что для человека является опорным. То есть, я разрушаю ресурсные какие-то вещи, ресурсную информацию. Я делаю ему плохо. Это второй способ применения. Третий способ применения провокативный. Я усиливаю и поддерживаю нересурсное. Приходит человек и говорит, мне плохо. А ты ему вместо того, чтобы включить, говоришь, тебе вообще кранты. Это провокация. То есть, если я усиливаю что-то нересурсное, мы человека можем взбудоражить. Это может быть как в терапевтических каких-то целях, либо в качестве, допустим, манипуляций. Ну, и третий такой тоже сладенький, самый тонкий способ применения фокусов языка, это гуру фокусов языка. Здесь мы поддерживаем ресурсные вещи. Мы как будто бы хвалим другого человека. Молодец, ты правильно все делаешь, у тебя обязательно получится. И тем самым мы выстраиваем иерархию сверху вниз. То есть, еще раз. Разрушая нересурсные, мы лечим, это гуманистические фокусы языка. Разрушая ресурсные, это боевые фокусы языка. Поддерживая нересурсные, это провокативные. И поддерживая ресурсные, это гуру. Либо вербовка. Система. Да. Соответственно, когда мы говорим про тренировку фокусов языка, мы говорим про такие, про обязательную программу. Либо домино фокусов языка, либо каскад. Каскад, это я просто применяю тот или иной кейс, ту или иную информационную какую-то модель, то или иное убеждение по порядку, ко всем 14 фокусам языка. При этом они друг с другом никак не соотносятся, могут не соотноситься. А домино, это каждый следующий фокус языка, зависит от предыдущего. Цепочка такая. Да. Цепочка связанных фокусов языка. Естественно, каскад проще. Домино тяжелее. Но тренироваться вы можете следующим образом. Например, есть в вашей жизни цели. Или есть в вашей жизни какие-то проблемы. Вы берете то, что не жалко, берете вашу цель по факту и пропускаете через все фокусы языка. То есть, применяете все инструменты работы с информацией. Допустим, возьмем какую-нибудь, не знаю, деньги возьмем. Деньги? Давай деньги. Допустим, просто берем информацию, что мы думаем про деньги и пропускаем через все 14 фокусов языка. Ну, начинаем с того, что именно ты думаешь про деньги. Ну да, например, как выглядел бы каскад. Каскад в чистом виде вообще не прерываясь. Все 14 по порядку. В чем именно твоя истинная цель, когда ты думаешь или говоришь про деньги? Что тебе на самом деле нужно? Или как ты еще называешь эту свою ценность? Как по-другому она называется? И к чему приведет те твои убеждения по поводу денег, которые ты хочешь получить? Из чего состоят все твои убеждения по поводу денег? И что именно ты хочешь за эти деньги купить? Частью чего большего в твоей жизни это является, зачем тебе эти деньги в твоей жизни? К чему более высокому, более великому, какой миссии тебя движут твои финансовые ресурсы? На что похоже твое отношение к деньгам? Какие у тебя ассоциации, когда ты думаешь про деньги? Например, как бы ты про свое благосостояние сейчас сказал, если бы ты смотрел на себя пять лет назад? Или, допустим, что бы ты сейчас про свои убеждения по поводу денег сказал, если бы ты переместился на пять лет в будущее? Через пять лет посмотрел бы на нынешний момент. Или что бы ты по поводу своего финансового благосостояния сказал бы глазами, допустим, своих родителей? И как бы ты по-другому оценил, допустим, у тебя, если есть сейчас какие-то проблемы, вопросы по поводу денег, что другое ты имеешь более важное или просто важное, необходимое, что будет помогать тебе в движении к твоим целям? И, допустим, как бы изменились твои убеждения, если бы ты, например, познакомился с тем, как относятся к деньгам? Допустим, какие-то социальные группы. Допустим, американцы, англичане, немцы, австралийцы. Или, допустим, женщины, мужчины, дети, евреи, цыгане, русские, азербайджанцы и так далее. То есть, как расширились бы твои убеждения, если бы ты оценил бы с разных точек зрения. Здесь очень важно еще, если какие-то убеждения по поводу денег тебе мешают или тебе не хватает каких-то убеждений, которые бы тебе помогали, подумай, откуда ты набрал все свои убеждения, откуда ты их списал, кто тебя научил. И когда ты увидишь это, ты сможешь от чего-то лишнего освободиться, а нужное тебе взять. И при этом ты можешь получить гибкость, потому что в каждом правиле есть исключение. Если ты свято веришь, что должно быть так, например, деньги – основа всего, ты можешь всегда найти исключение из правил, что вот есть человек, у которого не так, кто живет по-другому, но у него результаты, которых ты хочешь. Главное при этом иметь внутренний стержень. Главное при этом прислушиваться к своим ощущениям, верить себе, иметь какую-то глобальную цель, иметь какой-то фарватор, иметь стержень, которая не даст другим людям тебя и убеждениям другим тебя куда-то отклонить в сторону. При этом ты можешь, например, оценить, насколько ты к себе применяешь те убеждения, которые ты транслируешь другим. Например, другим советуешь что-то, а удовлетворяю ли я этим убеждением сам? Живу ли я сам именно так? И то же самое ты можешь обращать внимание. Те люди, которые тебя учат чему-то по поводу денег, а живут ли они так же или нет? Когда ты отследишь эти закономерности, ты поймешь, есть ли среди них те вещи, в которые ты свято веришь и ведешься, и закономерности, которые ведут тебя к лучшей жизни. Или есть какие-то паразитные, от которых лучше выйти. Но для того, чтобы выйти, их нужно отследить. Для этого нужно просто посмотреть честно на свою жизнь, как я живу, что я делаю, как на самом деле живет мое тело и так далее. Это был каскад. Я просто применил к теме деньги все 14 фокусов языка. И если у вас были заблуждения по поводу денег, какой-то темы, лучше брать, конечно, более узкие, то эти заблуждения не выживут, пройдя эту мясорубку через 14 фокусов языка. Это в первую очередь коммуникативный прием, поэтому, естественно, мы применяем его в общении с другим человеком. Если другой человек тоже скиллованный в фокусах языка, вы получите коммунитивный эффект. Например, если у вас есть товарищ, кто тоже интересуется фокусами языка и готов с вами их отрабатывать, вы можете совместить приятное с полезным. Оттачивая фокусы языка, вы можете убрать те темы, которые вам нужны. Например, у вас есть какие-то ограничения, вы уперлись в стеклянный потолок. Вы берете эту тему и вместе обсуждаете в режиме диалога на всех 14 фокусов языка. Вы и отрабатываете, и решаете проблему. Пройдя мясорубку двух людей через все 14 фокусов языка, от этой проблемы не останется и следа. Вы точно получите ответ, вы точно посмотрите на данную проблему со всех точек. Если какие-то сегменты выпадали, вы их увидите. В плане коммуникации у фокусов языка есть еще такая замечательная особенность, что это еще имеет очень сильный сугестивный эффект. Исходя из того, что в основном люди не разговаривают на всех 14 фокусах языка, и какие-то фокусы языка у них провалены, когда я буду разговаривать с другим человеком на всех 14 в своих недокачанных фокусах языка, человек будет проваливаться, проседать, переходить в альфу, гипнотизироваться, становиться более податливым, более сговорчивым. В принципе, это ваше конкурентное преимущество будет. Вот, друзья, вот такая вот история. Коммуникативные навыки в разных ипостасях фокусы языка. С вами был Антон Махновский. И Дмитрий Шевинин. Спасибо, что были с нами. Привет. До новых встреч. Продолжение следует...